Продолжение следует... Ведется на базе Томского областного краеведческого музея и называется «Раскроем карты господа». Итак, что же это за проект с таким залихватским названием? Воображение сразу рисуется зеленой сукной, списанное мелом, оплывшие свечи и разбросанные карты. На самом деле он касается популяризации картографической коллекции ТОКМ. Обширная картографическая коллекция Томского областного краеведческого музея насчитывает 415 единиц хранения. Она включает в себя географические карты атласа 17-18 столетий, в том числе редкую улубочную карту 17 века и атласа Семена Ульяновича Ремезова, карты Томской губернии, отдельных ее властей, переселенческих участков, лоцманские карты и даже карту родников города Томска. В рамках гранта наш музей оцифровывает свою картографическую коллекцию. И оцифрованная коллекция будет размещена в свободном доступе. Основной идеей проекта «Раскроем карты, господа» является популяризация географических карт как источника для исследований в области не только исторической географии, но и локальной и семейной истории. Наш проект реализуется благодаря поддержке Благодарительного фонда культурных инициатив, фонд Михаила Прохорова. Мы выиграли в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании». Кому адресован наш проект? Наш музей давно работает с семейными и локальными историями. Благодаря проекту «Сибиряки вольные и невольные», реализуемому с 2013 года, мы собрали аудиторию, которая ведет самостоятельные исследования и публично представляет их результаты на сайте «Сибиряки онлайн». О проекте и платформе подробнее расскажет мой садокладчик Татьяна Юрьевна. А я пока хочу отметить, что у нас участились запросы, связанные с методикой ведения краеведческих и генеалогических исследований. В прошлом году при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова мы начали работу Центра прикладной истории и содействия на базе нашей музейной библиотеки. Акцент семинаров, проводимых центром, был сделан на ведении генеалогических исследований и работе с семейными и личными историями. Мы даже приглашали психологов. Теперь настала очередь сконцентрироваться на локальных историях. Тем более частые обращения исследователей с просьбами предоставить им доступ к той или иной карте в отдел фондов ТОКМ подтолкнул нас к мысли, что хорошо было бы оцифровать и выложить в свободный доступ эту коллекцию. Опять же, опыт музейных сотрудников позволяет увязать картографические источники с другой краеведческой информацией, связать с картой со справочными изданиями, посмотреть на карту как на семейную реликвию или через личность ее владельца. Кому интересно, можете посмотреть восьмой семинар нашего цикла. Он состоялся 19 мая этого года и вы можете найти его на нашем сайте. Таким образом, у нашего проекта появляются три основные составляющие. Первое – это ресурс, где качественные цифровые копии выкладываются в свободный доступ. Второе – ресурс, где мы размещаем наши видео-лекции и другие методические семинары. И третье – это ресурс, где размещаются ссылки на полезные интернет-проекты. Это место, паству и другие. Справочники и прочая информация. Наш проект решает проблему оторвенности исследователей от источника информации. Так как в результате его реализации все желающие получают доступ к музейному собранию карт в хорошем цифровом качестве в режиме 24 на 7. Целевой аудиторией являются любители краеведения и генеалогии, спортивные туристы, большие любители карты путешествий по труднодоступным местам, работники районных и сельских учреждений культуры. Это музеи и библиотеки, педагоги, географы и историки, использующие ресурсы в профессиональной деятельности, а также студенты вузов, историки и музеологи, специализирующиеся на краеведении. Особенно хочется подчеркнуть, что мы попытались обратиться к новой группе. Это туристы, пешие, велотуристы и автотуристы. Любители транстранствовать по родному краю, смотрите, видеть. Поэтому у нас появился раздел «Истории с географией», где любой путешественник может в свободной форме поделиться своими отчетами и впечатлениями. Итак, можно подвести предварительные итоги моего выступления. Целью нашего проекта является включение картографической коллекции Томского областного краеведческого музея в региональное и глобальное информационно-культурное пространство. Ее актуализация в контексте исследовательских, краеведческих и музеологических практик. Задача. Создать на базе сайта ТОКУ общедоступный информационный ресурс. Стимулировать интерес к изучению исторической географии, локальной и семейной истории разными способами. Это оффлайн и онлайн лекции, серия выставок в библиотеке, мини-выставка под открытым небом. И третья задача. Провести кампанию по популяризации проекта для целевой аудитории. Это спортивные туристы, краеведы, работники учреждений культуры и образования. Провести их, используя информационные и административные ресурсы. Мы надеемся, что результаты реализации данного проекта окажут значительную помощь в работе учреждениям культуры. В первую очередь, это музеи и библиотеки города Томска, районов и всех муниципалитетов Томской области. Опять же, мы надеемся, что привлечение к сотрудничеству с музеем туристов и их историй, как написанных, так и визуализированных, позволит показать музей и его информационные ресурсы с новой стороны. И мы должны сказать, что мы находим новых партнеров для постоянного сотрудничества. Например, у нас появился постоянный спикер, доцент ТГУ, кандидат архитектуры Ольга Салаватовна-Воронина, ООО «Грассион» и многие другие коллеги и партнеры. А сейчас я хочу передать слово куратору проекта «Сибиряки. Вольные и невольные» Назаренко Татьяне Юрьевне. Светлана Валерьевна замечательно рассказала нам о том, какой проект в настоящее время реализуется на базе библиотеки Томского областного краеведческого музея. Я же хочу ввести вас в контекст, в котором этот проект существует. Начиналось все в 2013 году, когда музей выиграл в фонде Владимира Потанина первый свой грантовый проект «Сибиряки. Вольные и невольные». Он состоял из двух частей. Первая – это уже упоминавшийся сайт, на котором сейчас более 800 историй. Из них более 300 – это истории семейные, личные, рассказанные респондентами, но в том режиме, в котором они считали нужным. И о том, что для них действительно важно и интересно. Вторая – это выставка, которая рассказывает о двух волнах крестьянских миграций. Кстати, выставка эта планировалась как передвижная и в настоящее время существует в двух ипостасях. Старый вариант, вот тот, который с темным вагоном, сейчас находится в филиале нашего музея в городе Колпашево. А в 2021 году выставка пережила свою реинкарнацию и получила название «Новая жизнь». Сохранив все достижения старой выставки, она тем не менее рассказывает и о развитии проекта. А развитие проекта происходит просто удивительным образом. Он действительно разматывался как клубочек. Уже на открытии возникла идея, что надо создать документальный спектакль и представлять его прямо в экспозиционном пространстве. И вот сейчас будет у нас выступление нашего художника, маркетолога Алены Борисовны Шафер, которая расскажет о том, как развивалось вот это направление. Мы создавали различного рода игры, мы создавали методические материалы. И в конце концов возникла потребность привлечения уже более основательных ресурсов. Этим ресурсом и стала наша музейная библиотека. Так, поняв, что постоянно идут запросы о методике проведения генеалогических и краеведческих исследований, мы создали на базе библиотеки Центр прикладной истории и содействия, который, кстати, тоже возник благодаря поддержке фонда Михаила Прохорова. Ну, а впоследствии мы издали методическое пособие о загенеалогии, и на сайте «Сибиряки. Вольные и невольные» вы можете найти это пособие, скачать его, оно в свободном доступе. Что касается того, как развивалась вот эта вот идея, надо сказать, что 2018-2019 год, это вот как раз реализация проекта Центра прикладной истории и содействия, поставил нас перед задачей. Мы приглашали спикеров, это были архивные работники, генеалоги, психологи, которые, кстати, очень интересно работали с семейной историей. И мы записывали эти семинары, но у нас стояла такая как бы сложность, а как мы эти необработанные семинары со всеми шумами, с помехами, с вопросами, которые иногда возникают с боями, выложим в открытый доступ, ведь это же, наверное, очень тяжело смотреть. Однако наступает 2020 год, и он ставит нас перед жесткой необходимостью выходить в онлайн. Это тот самый случай, когда проблема, поставленная извне, послужила во благо и в развитии. В настоящее время мы уже не стесняемся и ведем онлайн-семинары, причем это оказалось очень выгодно, потому что к нам подключаются люди не только из Томска, Северска, то есть те, которые физически могут присутствовать на занятии, но и из других регионов. И количество просмотров показывает, да, эта информация востребована, да, она стойкая. Вот здесь вот на слайде вы видите страницу наших онлайн-семинаров, где мы как раз и выкладываем новости. Но Ольга Салаватова-Новоронина, о которой уже упоминалась, оказалась фактически, опять же, находкой. То есть как только ты начинаешь искать возможности, сразу судьба подкидывает тебе способы для реализации своих запросов. Но, однако, для меня, например, одним из наиболее интересных направлений деятельности проекта, как сибиряки и вольные, невольные, так и Центр прикладной истории и содействия, является рассказывание историй. Устно-исторические исследования – это уже давно завоевавшиеся в себе право на научное признание, направление в прикладной истории, особенно в краеведении. Они сложны для восприятия, но, с другой стороны, именно их безыскусность, их связь с реалиями, с опытом человека позволяет как раз и искать новых людей, которые готовы с нами сотрудничать. Ну, будучи сама туристом, который немало совершил походов и на велосипеде, и писал отчеты, то есть я знаю, что эта практика в туристической среде существует, мы решили, а почему бы музею не использовать этот ресурс? Он живой, он интересно читается, существуют замечательные отчеты. И вот в настоящее время мы с радостью публикуем путевые заметки, в том числе такого замечательного путешественника, как Кирилл Павлович Гынгазов, который создает настоящие видеоциклы, и вот сейчас на сайте как раз идет пополнение его материалами. Но основная проблема, которая у нас возникает, это, конечно же, доступ к картам. Во многом сам по себе проект «Раскроем карты господа» возник из проблемы, которые существуют перед фондами. Они ставят перед собой задачу не столько даже популяризации этих источников, сколько сохранности первоисточников. Если мы постоянно будем обращаться к картам, то через некоторое время они просто-напросто исчезнут. Они, многие, требуют серьезной реставрации. И вот опять же возникла та самая ситуация, когда имеющаяся проблема и желание ее решить породила и возможность. Потому что карты, которые будут выставлены и уже выставлены сейчас на страничке сайта Томского областного краеведческого музея, посвященная проекту «Раскроем карты господа», это как раз вот этот вариант. Они не только оцифрованы, а у нас не было такой техники, нам пришлось обращаться за помощью к научной библиотеке Томского госуниверситета, но еще и отреставрированы предварительно, прежде чем быть оцифрованными. Подводя итоги своего высказывания, я хотела бы сказать, что проекты, которые реализуются нашим музеем, они интересны в первую очередь тем, что не существует изолированно. Завершив проект, ты никогда не ставишь точку. Ты все время думаешь, а как он будет продолжен. Ты ищешь варианты дальнейшего развития. Проблемы, которые возникают перед музеями и библиотеками, это не столько сложности, сколько вызов, который заставляет тебя искать решение. И это решение для нас в первую очередь поиск возможностей предоставления грантовой заявки в различные фонды Владимира Потанина, Михаила Прохорова, фонда президентских грантов, Сибура и так далее. Я понимаю, что время наше ограничено, и возможно у нашей уважаемой аудитории возникнут вопросы. Поэтому на экране вы видите наши координаты, как Светланы Валерьевны, так и мои. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, пишите к нам, пожалуйста, обращайтесь. Ну и вдобавок ко всему, заходите на сайт Томского областного краеведческого музея и на страницы нашего проекта. Раскроем карты, господа, и других проектов. Спасибо за внимание.